3 тысячи домов остались без света, повреждены 7 высоковольтных линий, повалены сотни деревьев. Это последствия бушевавшего в области урагана. Выпало 70 миллиметров осадков. В считанные минуты без крыш остались три десятка домов, школа и училище в Бердянском районе. Тем не менее, уверяет в обл. администрации, все объекты жизнеобеспечения области работают в привычном режиме. Пострадавших от стихии нет, а ее последствия успешно ликвидируют. Бригади не покинуть своих дельниц, там, где есть пошкоджения, будут работать постоянно, хо бы что надзвичайные погодные условия не дадут нам это сделать. Но бригади будут работать и в свете день, и в ночи. Мы обладаем ситуацией буквально каждое время ее снимаем и оперативно втручаем. Было организовано моментальное реагирование практически по всем адресам. В период с 19 до 23.00 нашими подразделениями совместно с другими службами было отработано 28 заявок. В Запорожье от стихии пострадали 4 автомобиля, отключено несколько светофоров, без электричества остались почти 7 сотен домов. Больше всего беды Ливин наделал в Ленинском, Хортицком и Заводском районах. Здесь именно на Кичкасе все дороги частного сектора имеют уклон к Днепру. Вы видели, какие потоки воды. В районе на балансе всего лишь 6 ливневок. Все сработали. Вот эти все стоки, что мы ехали, не оборудованы. Район очень серьезно подтоплен. Это те работы, которые нам предстоит делать в следующие годы. А сейчас дана команда, вот сейчас прекратился дождь, чтобы вышли бригады и Луада и сделали профилактическую чистку ливневых решеток, что позволит нам подготовиться к следующему дождю. Маршрутки и автобусы в Запорожье работали по графику, а вот электротранспорт с перебоями. Из-за потопления рельсов и отключения двух подстанций в Шевченковском и Заводском районах временно не работали 4 трамвайных маршрута. Аварии устранили до обеда. Но 13-й троллейбус не ходил целый день. На Северном шоссе оборвало контактную сеть. Я думаю, до вечера справимся. Больше всего неприятностей коммунальщикам доставили упавшие деревья и столбы. Более 60 сухостоев обрушилось на дороги, на лавочки возле домов и на сами дома. Ветки стали стучать. Я спугалась. И скорее тогда выскочила, думаю, что-то крухнет, все, окна побьет. Я же уже не поставлю больше такие окна. Услыхала тогда, оно дерево, ба-бах, только машина отъехала и дерево упало. А жителей улицы Батайской в Шевченковском районе аварийное дерево почти на сутки оставило без газа и света. Во время грозы рухнуло на газопровод и сорвало линию электропередач. В 14 домах в это время осталось только одно благо цивилизации. Вода. Моем попу холодной водой, греем на свечки питание. Вот так. Была вызвана аварийная служба, которая, ну, по возможности прекратила утечку газа, которая здесь произошла. С прекращением подачи газа это вот единственная ситуация. Есть деревья, которые обрушились на газопровод, но там газопровод немножко был деформирован, а так, в общем-то, ни прекращения подачи газа, ни утечки газа не было. В Запорожье создан оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Там собраны все городские и аварийно-спасательные службы. Ведь, как говорят в МЧС, это была лишь генеральная репетиция. Ожидается очередное ухудшение погоды. И стихия будет бушевать еще несколько дней. Субтитры создавал DimaTorzok